Я вас приветствую, это не совсем форматное видео моего канала, я автомообзорами не занимаюсь, я занимаюсь рассказываем обзорами движков, но раз я снимаю подобное видео, значит мне есть что рассказать Ну BMW, как всегда, BMW, мне в нем неудобно, ни хрена, абсолютно Не-не, мне вот сюда нога упирается Сейчас мы посмотрим, это дизель, он должен быть плавным Что тарабанит, ну это все издержки производства, это не характеризирует этот автомобиль как тарабанище говно Это просто он, ну скажем, бушное, легкое бу, ну может и нелегкое бу Тачка отзывается на дроссель в принципе как бензиновый какой-то агрегат То есть это не те дизеля, которые были там в 70-е, в начале 80-х, которые были, ну мягко говоря, тупые То есть ты ему гашетку давишь и он тебе еле-еле-еле Вот по ощущениям, если, скажем, человек ездил всю жизнь на каком-нибудь старом Мерседесе дизеле или Форде И посадить вот за эту тачку, он никогда не скажет, что это дизель То есть она довольно весело идет То есть ну как для дизеля, понятное дело, что это тебе не какой-нибудь там V8 4.4 Но он отзывается на дроссель Все-таки рядная шестерка есть рядная шестерка, он и работает по ощущениям немножко мягче Мягкость заключается в том, что он не настолько вибрирует, как остальные дизеля Даже вот если сравнивать, например, с теми же самыми Volkswagen'ами Четырехцилиндровыми, да, они хорошие, я не спорю, но они вибрируют То есть ты слышишь, что это дизель, он тарактит, машина просто вот ходит ходуном Ты слышишь, что это, ты понимаешь, что это дизель Здесь вот он дизель, но он работает не с таким количеством вибраций То есть все-таки рядная шестерка BMW с дизельным двигателем 57 Тема заезженная, очень, вот извиняюсь за выражение, задроченная Все уже обсосали, обсмотрели BMW, BMW, BMW Здесь вот у меня на канале вы не найдете каких-то там красивых обводочек Под музычку, там бутс, 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 какие тут у нас фары И все такое прочее Это все полная хрень и муть Какие клевые кнопочки в салоне, это все ерунда Если вы это хотите посмотреть, здесь вы этого не найдете Идите, смотрите всяких дешманских автообзорщиков Речь здесь пойдет не об этом BMW Вот именно это с дизельным движком Вот это вот унылое говно Довольно противоречивый автомобиль С одной стороны, BMW оно должно наваливать Вот с точки зрения школьников, это же BMW, оно должно наваливать Но с другой стороны, с дизельным двигателем Это говно априори не может ехать так, как ждут от BMW Нет, автомобиль двигается, неплохо передвигается Смотря, конечно, с чем сравнивать Например, если взять BMW какой-нибудь 4.4 Ну, это говно вообще не едет Если взять, сравнить с Жигулями, там, 11-й, там, первой модели Да, это очень бодрый автомобиль Это как раз такой жлоб вариант Вот я пацан, я хочу ездить на BMW, чтобы все телки были мои Но, во-первых, у меня денег нету заправлять это BMW У меня нету денег его содержать И еще, у меня есть бабушка и дедушка, которые ездят на дачу И мне нужно в универсале возить какое-то говно им на дачу Ну, обычно, вот в этих вот сейчас покатушках Вам люди скажут А-а-а, оно наваливает, а-а-а Или там, у, тут нереально стильный руль, ты че, брателло Нет, этой херни у меня не будет Давайте по существу Как оно трогается Насколько оно... Вот я сейчас разворачиваюсь Насколько вообще удобно Движок дизельный, низовой Ну, как низовой, он, надо отдать должное То есть, это не тракторный двигатель, который кроме низких оборотов В жизни ничего не видел, не знает, не может Я уже говорил, он более-менее нормально отзывается на педаль газа Ну, хотел сказать, на дроссельную заслонку, как обычно Вот То есть, и не скажешь, что он прям такой дизель Суть в том, что, передвигаясь на этой тачке Окружающие на вас смотрят и думают О, это крутой пацан, у него BMW А ты едешь, и ты понимаешь, что ты типа едешь на BMW Ты типа крутой пацан, но на самом деле В душе ты где-то лох, потому что это дизель Тебе надо расход топлива, тебе надо экономить Тебе надо в этом универсале Что-нибудь отвезти на дачу И тому подобное То есть, такая двоякая штука То есть, с одной стороны, вот эти вот полумеры Я никогда не понимал И рыбку съесть, и красивым остаться То есть, с одной стороны, я типа на BMW А с другой стороны, мне надо возить всякую хрень Я смотрю за расходом топлива Чувак, тебе нужен расход топлива, купи себе гольфа, конца концов Ты хочешь наваливать, возьми себе какую-нибудь BMW Хотя бы с рядной шестеркой, там, как бы, M54 Что-нибудь такое Ну и, конечно же, дизельный вариант Это самый дрочерный Вот все дрочат на этот двигатель Это самый клевый двигатель Самый офигенный двигатель На самом деле, двигатель сам по себе неплохой Из дизельных двигателей Я вообще дизели BMW не очень люблю По некоторым причинам Но надо дать должное, что именно этот движок Они в свое время его сделали Допилили И он стал более-менее надежным Надежность заключается его в том, что Если за ним следить и смотреть Он может ездить довольно долго Но теперь самое интересное Я скажу Нужно смотреть за этим двигателем Это уже такое вот заезженное Вот все вам любые дешманские автообзорщики Вам скажут, надо смотреть за двигателем Ну давайте посмотрим Вот я смотрю на двигатель Вот я на него посмотрел Двигатель посмотрел на меня Ну и что дальше? Вот в чем заключается смотреть-смотреть? Значит, рассказываю, объясняю Жизнь любого дизельного двигателя Это жизнь его топливной аппаратуры Нужно забыть понятие совковое Когда ты ездил на машине Ездил, ездил, ездил У тебя что-то там застучало Ты думаешь, ну я вот еще чуть-чуть поезжу И заменю Нет, здесь такого не бывает Если здесь что-то застучало Что-то начало греметь Двигателю кранты Жизнь любого дизеля Это жизнь топливной аппаратуры Поэтому вне зависимости от его внешнего вида От того, какие он звуки издает Он может быть идеально у вас заводится Он может быть у вас Просто идеальнейший выхлоп по токсичности И тому подобное Вне зависимости от этого Нужно минимум раз в сто тысяч Снимать всю топливную аппаратуру И отдавать ее на поверху Снимать топливный насос Снимать форсунки Ставить на стенд Проверять И если где-то, допустим, из шести форсунок У вас всего лишь одна форсунка Будет срабатывать Ну скажем, не на своем давлении Или какие-нибудь будут проблемы И с распылением и тому подобное Желательно по-нормальному Это, конечно, все стоит денег Но по-нормальному Желательно заменить все шесть форсунок Либо форсунки, либо элемент Который там есть Разборная часть Ну то есть запчасти То есть отремонтировать все шесть штук Потому что вы отремонтируете одну Поставите Будете считать, что у вас все там отлично Через 10 тысяч у вас начнет лить Какая-нибудь другая форсунка И через 1030 у вас нафиг прогорят поршни Вот этим вот все заканчивается Люди этого не понимают Они считают, что если едет Не мешай технике работать Оно в принципе так и есть Но вот не с этим Не с любым современным дизелем Там бензином Форсунки Раз Дальше Значит Цепь Здесь стоит цепь Вне зависимости от того Какие шумы она издает Что с ней происходит и тому подобное Нужно ее заменить Через 100 тысяч километров Она может пройти и 300 тысяч Она может у вас пройти Может быть и 500 тысяч А может быть она через 120 тысяч У вас оборвется Загнет клапана Разобьет головку И все На этом закончится Все умрет Поэтому То, что Если что-то уже гремит в двигателе Это значит все Ему уже кранты Это Есть большая вероятность Что вы его Или попадете на ремонт Который будет стоить 100-500 денег Или вы будете его полностью менять То есть уже не то что Неремонтопригодно Вообще Надежность Дизеля И алюминиевые головки Это Две Полностью Противоположные вещи То есть Надежность И алюминиевая головка Они вообще расходятся Друг с другом По одной простой причине Дизель Он Во-первых Термонагруженный Во-вторых Он испытывает Повышенные вибрации Так вот самое главное Алюминиевая головка Она отлично Рассеивает тепло Она отлично поддается металлообработке Она отлично держит Нагрузки И тому подобное Но алюминий Какой бы он хороший не был То есть это не чисто И алюминий Понятное дело Что он дегирован Разными присадками Но какой бы не был Хороший металл На основе алюминия Он Не держит Одной простой вещи Это Вибрации Температура Плюс Вибрации Приводит к тому Что алюминий Трескается Не важно Насколько он Хорошо отлит Есть ли у него Внутреннее напряжение Через некоторое время Он трескается Так вот Повышенная вибрация Повышенную вибрацию Дизель испытывает Именно в том случае Когда у него Начинают Лить Форсунки То есть форсунка Срабатывает На более раннем Давлении Форсунка Распыляет Вместо тумана У нее идут капли Нарушается Как там момент Впрыска Раньше на Более старых Дизельных Движках Форкамеры Были Они оплавлялись Трескались Это тоже Приводило К ухудшению Воспламенения Причем На глаз Это увидеть Как то почувствовать Сказать что Стал хуже прием Стал чуть больше Расход топлива И так далее Этого в принципе Нельзя То есть для того Чтобы увидеть Здесь ухудшение Тяги Или увеличение Расхода топлива Это значит Один цилиндр Вообще должен Перестать работать Ну то есть Почти полностью В противном случае Все будет ездить Все будет кататься Но не будет Будет повышенная вибрация Нагрузка на двигатель Соответственно Его смерть Далее Уже все как мантру Разные Даже те Люди Которые не имеют Никакого отношения К автомобилям Все повторяют Как одну мантру Менять надо масло Часто Надо часто Менять масло Надо масло Менять раз в пять В семь тысяч Все это повторяют Но это превратилось В какую то мантру Которую Просто слова пустые Люди повторяют Но ни хрена Никто не делает Человек который покупает Автомобиль Ему продавец Естественно Вешает на уши И рассказывает Что я только что Поменял масло Я поменял ремень Газораспределения Если он здесь есть Я поменял фильтра Я сделал обслуживание Топливной аппаратуре Я заменил масло В коробке Если это автомат Я там сделал То 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 На самом деле Никто ни хрена не делает Я ни разу Не видел автомобиля Который бы продавался И чтобы продавец Просто сказал бы Ну вы знаете Я на нем ездил Я не знаю Там последний раз Масло менял Там тысяч пять Шесть назад Там или десять Я просто на нем езжу Никто вам никогда Этого не скажет Поэтому при покупке Автомобиля Нужно сразу же Заменить все расходники Масла и тому подобное И менять масло Раз пять-семь тысяч Каждый считает Что вот Если я один раз Не заменю масло Через там семь тысяч Ничего страшного Не случится Страшного-то конечно Ничего не случится Но у двигателя Ресурс значительно Сократится Путем того Что будут отложения Будет износ Распредвалов в головках Я рассказывал В одном из видео Ссылка будет в описании Почему изнашиваются Например распредвалы В современных двигателях И почему рвутся цепи Это два видео Ссылка будет в описании Я не хочу повторяться Просто такова Конструкция движка Если вот это Называется Следить и смотреть За двигателем То есть Это не ограничивается То что я посмотрел На движок О Он вроде бы Сухой Вроде бы маслом Он здесь не облит Ну ладно Значит можно ездить Он запускается И тому подобное Дальше Идем дальше Свечи накаливания Свечи накаливания Вне зависимости От их состояния Здесь Ну при покупке Однозначно нужно поменять На всякий случай Это предостережение Но вообще Если идти по ОТУ По По обслуживанию Вместе с форсунками Форсунки на поверху Свечи накаливания Просто Новые Все Шесть штук комплекта Они могут работать Они будут в рабочем состоянии Можете положить их на полочку У вас будет запасной комплект Для каких-то Ну я не знаю Чтобы гарантированно Гарантировать Нормальный ресурс И надежность двигателя Нужно заменить Свечи накаливания Причем здесь Ресурс двигателя И надежность Свечи накаливания При запуске Особенно в холодную пору года А в холодная пора года У нас Вот в наших широтах Начинается примерно Где-то с середины осени До середины весны Это минимум То есть вот это холодная пора года Бывают морозы Бывают не так сильно морозно Но это холодная пора года В момент запуска Если какая-то Одна или две Свечи будут работать плохо Движок запустится На четырех цилиндрах Я такие движки видел Я М51 У меня такой был В эксплуатации Он вот так вот запускался То есть там Типа как на трех На четырех цилиндрах Он работает какое-то время Буквально Ну там В зависимости от Температуры окружающей среды Ну там допустим Двадцать секунд Тридцать секунд Ну может даже до минуты Как-то с перебоями работает Но потом он немножко прогревается То есть Все Воздух который поступает В двигатель Он уже не такой холодный Потому что Его либо турбина нагревает Либо если это атмосферник Он просто сам по себе То есть от того Что постоянно происходит сжатие То есть поршень разогревается И Движок врубается Он начинает работать Вся система работает Вся система работает Вот в эти вот Как раз Десять Двадцать Тридцать Секунд Плохого Запуска Плохой работы Когда работают Не все цилиндры Часть солярки Попадает На поршневую Она естественно Не воспламеняется И Через кольца Там Через дозор Вот этот вот Поступает в картер Этим самым Во-первых Ну масло разжижается Становится хуже Это понятно Это Скажем Самая мелкая Проблема Которая может быть Потому что запуск Происходит Относительно Не так часто И С этим можно В общем мириться Мы масло поменяем Не в 7000 Опять Мы это дело победим Но Самое главное Что в этот момент Идет Очень Сильный Износ Поршневой То есть Если представим себе Что двигатель Нормальный Среднестатистический Рабочий Все у него отлично Но У него сдохли Свечи накаливания Там в двух цилиндрах Мы его запускаем Утром на холодную Он начинает Прогреваться Вернее Он начинает запускаться И в первый момент Когда нету В цилиндре воспламенения Вся вот эта солярка Оседает пленкой На цилиндр Снимает масляную пленку Кольца начинают Тереться По сухому чугуну И в результате У нас получается Износ Износ конечно Не произойдет У вас за 2-3 запуска У вас все там Пропадет компрессия И будет выработка Но если так Поездить Какое-то время Небольшое Там зимой Например Так вот Часто его позапускать Каждый день Допустим ты запустил На работу там Километров 10-15 Поставил Потом через там Часов 5 Опять его запустил Домой поехал То за одну зиму Можно в принципе Легко Износить Поршневую На одном цилиндре Если Вот такие вот проблемы И потом Это будет выражаться в том Что двигатель Работает Вроде везде Компрессия нормальная Но вот в одном цилиндре Компрессия ниже И он Начинает поджирать У вас масло Это не страшно Ездить так можно Но обидно Двигатель то нормальный был Все остальные 5 цилиндров В хорошем состоянии Один у вас Изношен Поэтому Свечи накаливания Менять Это не Крайний такой Жест доброй воли Ну ладно Чтобы как-нибудь Оно там Говно запускалось Нет Можно из буксира Его кстати запускать Он тоже будет запускаться Но это тоже приведет Вот примерно к тому О чем я говорил Только на всех цилиндрах Так как обороты будут Очень большие Поэтому вот это И заключается в том Чтобы смотреть За этим двигателем А не просто говорить Ооо бмв Ну ладно Он работает Долью я масло Солярки И поеду Я в путь Кстати говоря Вот эта вот тачка Ее предоставил мне На обзор Мой друг Витя Давай краба Он мне уже Далеко не первый раз Предоставляет Разный металлолом За что ему благодарность Кстати Ссылка на его канал В описании Там вот Нажмите на паузу Пройдите Подпишитесь Там поставьте лайки 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 Ну да Видео про бушную тачку И естественно Ну пару слов О ее бушности Там не знаю В общем тачка Вот эта вот Смотри с чем сравнивать Если сравнивать С новым автомобилем Этот автомобиль Убитый в хлам Здесь за что не возьмешься Всему кранты Если сравнивать С каким-нибудь Сгнившим Наглухо Фордом Или москвичом То это просто Офигенный автомобиль Потому что здесь все работает Ты его запускаешь Ездишь В свет Приборка Тормоза Салон не затекает Вода Когда идет дождь И так далее И так далее То есть Ну смотря с чем сравнивать Обзор не был бы полным Если бы я не показал Низ автомобиля На яме Я начинаю Именно с задней части Потому что Вот задняя часть На BMW Надо отдать должное Что она сделана Очень хорошо Хорошая сия заключается В том Что она мощная Соответственно У нее ресурс Большой И она может Держать большие нагрузки Ну естественно То есть В расчете на то Что здесь На подобных кузовах Будет устанавливаться Двигатель Какой-нибудь В8 И так далее Мощность заключается В том Что здесь Снизу Один большой Мощный Рычаг Он алюминиевый То есть он не играет Он один огромный Рычаг Который крепится На свой подрамник То есть С одной стороны С другой стороны В свою очередь Вот он весь Огромный подрамник Он крепится к кузову С одной стороны На резиновой подушке И с другой стороны Ну соответственно То же самое С другой стороны Аналогичная конструкция Здесь Стоят мощные Селлин блоки На этом рычаге То есть он держит Хороший момент Потому что Привод здесь идет Сзади Редуктор висит Тоже на подрамнике Далее Сверху стоит Два рычага Здесь Он Один рычаг Например Который крепится В виде Типа как шаровой опоры Так Один И вот с этой стороны Вон он Второй стоит То есть Итого получается Три рычага Ну то есть Два сверху И один Нижний такой Общий большой рычаг При этом Например Крепление амортизатора И Пружина Они разнесены То есть Пружина стоит В одном месте Она ничему не мешает Амортизатор Здесь стоит В другом месте Он крепится Ближе всего К Ну Дальше от Центра Вращения Например Ну качения рычага Дальше поближе к колесу Он большой и мощный Его во первых Легко заменить Во вторых Он выполняет Свою функцию Именно вот С этой стороны Сам редуктор Естественно Он крепится на Балку Как я уже говорил На эту На этот подрамник И вся эта конструкция Представляет собой Одну Единую Цельную Мощную систему Которая способна Выдерживать Хорошие Нагрузки От Довольно Мощного Двигателя Если мы Перейдем Вперед Передняя Ходовая Так как Привод идет Назад Она уже не такая Мощная Они считают Что Здесь Всего хватает Здесь идет Один Небольшой Вот такой Довольно Узенько Тоненький Алюминиевый Рычажок С шаровой Опорой Который Стоит С одной Стороны И Вон он С шаровой Опорой Рычаг Который Имеет Такую Загнутую Форму Вон он крепится С другой стороны Опять же Таки Все это крепится На свой Подрамник Подрамник Имеет Хорошую Конструкцию То есть Он большой Стоит Под Под автомобилем На нем Стоит двигатель Он крепится К кузову И ходовка Оно все Крепится К кузову Но Крепится К кузову Он здесь Напрямую То есть Без Резиновых Проставок Логично Было бы Поставить На резинке Чтобы уменьшить Вибрации И тому подобное Но они Этого Не сделали Считается Что и так В принципе Нормально Будет работать При этом Вся ходовая Далее идет Стойка И пружина То есть Система Макферсона Ну или Макферсона В данном случае Это бюджетное Удешевление Всей конструкции Потому что Ну они считают Что тут нет На передние колеса Привода Оно и так Должно работать По трассе Но по немецким Автобанам Может оно и работает Хорошо По нашим дорогам К сожалению Вот эта ходовка Я не могу сказать Что она вообще Там слабая Не ездит Нет Все оно ездит Все оно передвигается Но Она все таки Слабоватая К сожалению То есть Скажем Такой предел Вот На пределе Вот Кстати говоря Надо отдать Должное Здесь стоит Рулевая рейка Которая даже Не течет Несмотря на то Что это бюджетный автомобиль Вот это запотевание Там это от турбины Что я дальше покажу Вот она Рулевая рейка Она не течет Вообще Так как бюджетный автомобиль Состояние Его довольно плачевное По тормозам Например Здесь вот видно Как колодка Он Со своего посадочного места Она должна Где-то вот В начале Здесь стоять Как она ушла туда Ну то есть Оно все выпиленное Диски выпиленные Ну я не видел Ни одного бюджетного автомобиля Который был бы куплен С новыми Хотя бы более-менее Нормальными Тормозными колодками И так далее Вот Значит Сама турбина Как я уже говорил Она немножко в масле Но это в принципе Нормальное явление Для дизеля Она еще довольно-таки Неплохо выглядит Но в целом Хочу заметить Что двигатель Бэушный Все Но он имеет Хороший вид То есть В том что Это заключается в том Что он сухой Он в пыли рабочий Все Но он сухой Он сухой Не облитым маслом Нигде с него масло Не течет И это говорит о том Что двигатель Имеет Среднестатистический пробег Ну то есть Вернее Среднестатистическое состояние Он не убитый То же самое Касается коробки Она здесь Вот задний сальник Только немного подтекает Кстати хочу заметить Что тоже коробка Сидит на Довольно мощном Большом Мощном Кронштейне Алюминиевом Кузов Вот то что крепится То есть Рассчитывается На довольно серьезные Внушительные Мощностные показатели Двигателя Который здесь Может быть Когда-нибудь Будет установлен Или стоит На других моделях С завода При этом сам глушитель Вот он Приемная труба Идет от турбины Здесь стоит катализатор Соответственно Один катализатор Потом он раздваивается Две гофры Две трубы Два катализатора Еще И дальше Он сходится в одну трубу И выходит на улицу Значит Две трубы Здесь проходит Потому что Разместить под днищем Мимо вот этих Вот всех балок И тому подобное Проще Две Современно маленьких Трубы Чем одну большую Поэтому По пропускной способности Здесь делают Две трубы В этом Весь плюс То есть Поэтому она здесь Расходится Вообще Лично я считаю Что катализаторы Надо отсюда удалять Немедленно И ездить без них Потому что Если он забивается То Нагружается турбина Ну соответственно Двигатель Дохнет потом Если ездить 60 км в час По городу Вы никак не почувствуете Загаженность катализаторов Или там Что-то оплавленное А вот Если вы будете ездить По трассе Вы Можете Турбину Этим делом Перегреть И убить Ну не сразу Конечно Но В общем Однозначно Я считаю Это надо Отсюда Убирать А так В целом Ну то есть Довольно Простой автомобиль Особенно Передняя ходовка Вот Надо отдать Должно То есть Задняя ходовая Как бы я Не называл бы Унылым говном Движок этот Но по кузову Ходовка Здесь Отличная Я считаю То есть Не то что отличная Но она Намного лучше Среднестатистического Большинства Какого-то корейского Мусора Который я видел И конечно же Вопрос Который интересует Всех Зрителей Школьников Как я называю Ну и просто Интересующихся Естественно Как Оно наваливает Я же говорил Что оно не наваливает Мы идем на третьей передаче 70 км Ну то есть Вот я полный газ Надаю Нет Он принимает Он как бы едет Да вот Мы Ооо 100 Четвертая Ну и соответственно Пеха Нет Он идет бодро Опять же таки С чем сравнивать Но при этом Расход топлива Будет у него Чуть больше Обычно Дизель берут Для того Чтобы ездить Потихоньку Например Сейчас мы Продемонстрируем Мы вот едем 75 Я втыкаю Пятую передачу И мы едем 1300 оборотов Если ездить Вот так вот На двигателе На пятой передаче Вот на этой тачке 70-80 Движок вытянет Коробка вытянет Все вытянет Но И может быть Даже где-то Вы Сэкономите Пол литра солярки На сотню Может быть Это не факт Но В таком режиме Эксплуатации Тысяч за 50 Вы свой двигатель Превратите в металлолом Потому что Это Современный Быстроходный дизель Который Имеет Определенный Рабочий диапазон Оборотов С моментом Лошадьми И тому подобное И этот Диапазон Заключается От 2 до 4 тысяч Ну то есть Средний оборот Это где-то 2,5-3 Ну то есть Соответственно Двигаясь По трассе По ТУ Пятая передача Должна включаться В большинстве Случаев Чтобы нормально Соблюдалось Экономичный режим По трассе И чтобы соблюдался Нормальный ресурс Пятая передача Должна включаться После 90 км в час Вот мы сейчас Этот момент И проверим Соответственно Я разгоняюсь 90 км Я втыкаю Пятую И смотрим На сколько у меня Оборотов Ну вот он показывает 95 Он показывает 1700 оборотов Ну то есть Вот самый такой Скажем Предел Ну вот где-то С этих оборотов Это как бы Они считают минимум Соответственно Можно ездить Его Задрачивать На низких оборотах Но От этого хорошего Вы ничего не получите Какой-то мегаэкономии Большой Вы можете попробовать Поэксплуатировать Автомобиль в городе Самое главное Плавные разгоны Можно Вот попробую Ездить На повышенных И пониженных Передачах Так чтобы Рабочий диапазон Держать В районе Двух Двух с половиной И допустим Там полторы-две И посмотрите На расход топлива Какой он у вас будет Я вам гарантирую Вы очень сильно удивитесь Но только при этом Самое главное условие Разгон Всегда должен быть плавным То есть Соответственно Если ездить На повышенных Передачах На низких оборотах Мега разгона Не получится А если Крутить двигатель То можно его Выкручивать Очень резво То есть Этого тоже Делать не нужно Должен быть Свой рабочий Диапазон А так В целом Тачка идет Неплохо Вот мы сейчас Четвертую Надо отдать Должное Современный Дизель С турбиной Он даже Он даже Он даже Очень весело Принимает В сравнение С старыми Старыми Дизелями Идет Идет Прямо Идет Нормально Я вот этих Приколов Никогда Не понимаю Когда Начинают Какие-то Лощеные Идиоты Рассказывать О том Что Вот эта Тачка Рулится Она там Рулится А другая Тачка Не рулится Она не рулится Блин Да И Жигули Я не знаю Запорожец Едет Ты круль Крутишь Он рулится Туда Куда тебе Надо Вопрос В том Что Может быть Колеса У тебя там Скользит И ходовка Разбитая Тебя по дороге Переставляет Разбитая Но это Другой вопрос Но это Не вопрос Рулится Не рулится Только у Криворукого Оно не рулится Ну Вот Лично Я Вот эти Меня бесят Вот эти Выводы Что эта тачка Рулится Эта тачка Не рулится Я наспор Могу на любую Тачку сесть И показать Что оно Все едет Все оно Рулится Нормально Только надо Руки прикладывать Туда куда надо Или каких-то там Вау Эффектов Ой Тачка Она так легко Управляется Блин Ну как она может Тяжело управляться Ну вот тяжело Управляется Например УАЗик С Джиперскими катками Видео о котором Я недавно делал Ссылка в описании Вот он тяжело Управляется Потому что у тебя там нету гидроусилителя И там когда ты едешь по бездорожью Особенно У тебя руль этот вырывает Вот Да Вот это тяжело Он управляется А так Если ты по трассе едешь О каком нахрен Тяжелом управлении Идет речь Ты же не ногами там И палкой тормозишь Об асфальт На самом деле Купить БУшную тачку Или вот такое вот Унылое говно Не страшно Страшно Это Не понимать И не быть готовым К расходам Которые вас ждут Ну а теперь конечно В конце я объясню свою шутку Я любую тачку Называю унылым говном Потому что как правило Человек который ее покупает Это школьник Который последние деньги В нее вкладывает И потом Когда нужно что-то отремонтировать У человека просто Все Денег нет То есть ну И вот оно стоит Поэтому я и называю Любые бушные тачки Не только БУ БМВ Унылым говном Ну это жизнь Такое К сожалению Есть сплошь и рядом С выражаем Благодарность Вите Благодарю за Интересный металлолом Витя постоянно Мне Что-нибудь допритаскивает Кстати Кто не подписался до сих пор На его канал Там ссылка все еще есть Внизу Там такая Раз Там Описание И подписался Так что Ставьте лайки Дизлайки Там Приходите Подписывайтесь Комментируйте А мы Погнали Давай Витя Благодарю Все Ну а теперь Давайте Немного Абстрагируемся И отойдем От культа Личности И бренда БМВ И рассмотрим Это просто Как обычный Какой-то Автомобиль Унылый Не унылый Говняный Не говняный Просто как автомобиль Хороший он Или плохой Я постоянно Повторяю Рассказываю Что дело Здесь не в том Насколько этот Автомобиль Хороший Насколько он Гениальный Насколько он Тупорылый В хлам Или понтовый Или не понтовый Дело в цене Если взять Этот автомобиль И дать ему Цену Скажем 2000 долларов То за 2000 долларов Это офигенный Автомобиль Ты его Если взять Его за эти деньги Вложить еще Долларов 300-400 На замену Тормозов Какие-то там По исправлению Косяков Обслуживание Масла Там Фильтра Жидкость И тому подобное Это офигенный Автомобиль Кстати Вот эти вот Колеса Которые там Есть Их можно Оттуда Продать И купить Себе Нормальные Колеса С меньшего Диаметра С более Высокой Резиной На этом Сэкономить Купить Новую резину И ездить В общем-то Без проблем То есть Колеса В данном Случа Понтовые Я лично В этом Ну Скажем так Не сильно Приветствую Это Но это Дело Личное Если же Этот же Сам Автомобиль Взять За цену Скажем 6-7 тысяч Долларов То За 6-7 тысяч Долларов Это Просто Нереальный Кусок Говна Потому что Покупая За эти деньги Вы все равно В него должны Вложить 300-400 Баксов На обслуживание И за эти Бабки Это просто Какой-то Космически Дорогой Нахрен Ненужный Автомобиль Вы покупаете Непонятно Что Какой-то Мусор Дело В цене За одну Цену То есть Один и тот же Автомобиль За одну Цену Это Офигенный Автомобиль За другую Цену Это Полное Говно Вот и все Логика Простая Сколько Стоит Не больше Не меньше